Всем привет! С вами Нильвгорн и это Терра Тэч. Очень быстро набралось 50 лайков, поэтому следующие серии буквально вот на следующий день я уже записываю. И как видите, мой ходячий завод вырос в размерах, потому что я нашел вот новые колеса от, не знаю, от скоростной вот этой коалиции. И я разобрался, как настраивать своего предшественника, ну то есть своего рядом, который бегает человечек, ну как не человечек, а рядом, такое же устройство, которое мы настраиваем и управляем ими издалека. И чтобы его направить на добычу, просто на него нужно было правой кнопкой нажать, там появляются два значения. For, Harvester и Follow Me, типа ехать за мной или добывать. То есть, и он начинал добывать. Но, как я только отвлекся, вот буквально на... Там, кстати, война, я смотрю, идет. Буквально вот на несколько секунд прибежал какой-то чел, разгромил чуть наполовину здесь мою базу и убил моего соратника. Я не знаю, как его правильно называть. И, ну, пришлось, я пришел, его убил и вот, собственно говоря. И, то есть, чем я занимался после этого, это тем, что отбивал просто атаки вот на свою базу. То есть, я тупо отстрелился. Просто вот других вариантов у меня не было, кстати. Я смотрю, там вот колесо, нужное мне. У меня нет одного, как видите, сзади колеса. И эти колеса, они просто божественные. Потому что, потому что они поворотные. То есть, они очень легко поворачиваются влево, вправо. Так, еще пушки. Еще пушки боковые, как видите. То есть, видите, я просто вот очень быстро поворачиваюсь. И это, по-моему, очень круто. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так, давайте немножечко добавим атаки на переднюю часть. Потому что у меня не хватает здесь пушек, честно говоря. По многим причинам. По причинам потерь этих пушек. И сразу полечим всю переднюю часть, потому что это нужно делать. Пойдем вон того уничтожим желтого гада. Попробуем, по крайней мере. И заберем вон только лисо одно. Но, так, по поводу щитов. Я даже не буду, наверное, добавлять ничего. В принципе, здесь ничего сложного нет. Потому что щиты... Ну, вот почему. Щиты работают очень вполне нормально. То есть, просто нужно правильно настроить вот эту вот штуку. Мне посоветуют, что делать в виде конвейера. То есть, все сборные вот эти вот... О, заработало. Все вот сборные вот эти вот предметы. Ну, как бы вот этот конвейер. Его перетаскивать по кругу. Вот так выставлять. Вот как, собственно говоря, я сделал. И предметы будут по кругу ходить и в нужные русла вставать. Так, ладно, давайте попробуем уничтожить этого гада. Ну, тут сложно ничего не будет. Потому что я просто разнесу чертовой матери его колеса и все. А, он еще живой остался. То есть, я убил колеса, а не убил внутренности, так сказать. Заберем все пушки, потому что они мне пригодятся. Спереди пускай будут бластерные стоять, а сзади тут такие вот. Так, блин, еще, еще, еще пушки. Давайте, давайте заберем их. Просто заберем хотя бы. Они мне пригодятся в любом случае. И вот это колесо вообще просто вот шикарнейшим образом. Оно сейчас здесь встанет, наверное, если вот не будет мне мешать ничего. Вот так, так, вот теперь моя база просто вообще выглядит очень шикарно. Но, на мой взгляд, по крайней мере. Так, все. Просто вообще вот в какашку убили. Ладно. В какой-то вот такой вот момент настает, что вокруг меня, вокруг вот этой точки, появляется столько врагов, что мне остается только тем заниматься, что отбивать, отбивать, ну, мою базу вот эту вот от моих врагов. И я подумал, что станковая база как-то, честно говоря, как-то вот, ну, не канает она мне, получается. Раз я проигрываю так, ну, как не то, что проигрываю, а постоянно в бою, то мне это не очень же правильно будет. Поэтому я решил, наверное, сделаю именно передвижную базу. Но вот, так как задняя часть более легче, чем передняя, назад он дергается намного лучше. Так. Вот здесь вот так вот поставим. То есть я сейчас перетащу практически все устройства свои на себя. построю такую громадную базу ездящую, обставлюсь щитами. Ну, попытаюсь, по крайней мере, это сделать, потому что, как вариант, вполне это реально. Как видите, я просто поставил солнечную батарею на пол и просто об нее, как бы, лечусь. То есть только таким способом быстро починки я, ну, вот, единственное нашел. То есть солнечная батарея в этом, конечно, плане, она незаменима, потому что иначе заряжать свои батареи, вот, которые здесь на моем, как бы, корабле, они слишком долго будут заряжаться и функциональность их не теряется вообще просто. Только на несколько... Батареи, в общем, хватает не на очень долго, и поэтому смысла в этом вообще я не вижу, честно говоря. Так. Вот здесь колесо, смотрите, не мешает, да, вот так вот колесо? Отлично! Тогда мы сейчас немножечко исправим тут. Я думаю, будет мешать. Ну, вот еще один... Еще один пластер. Пригодится. Зацепим его обязательно. Тогда мы сейчас вот так вот закроем. Просто я думал, будет мешаться, ну, колесо правильного движения, нормального движения, так сказать. Вот. Оно, похоже, вообще не мешает ни разу. Отлично! Ну, тогда тут можно просто выстраивать платформу, закрывая колеса. То есть... Ну, конечно же, я в первую очередь боюсь, что мне просто уничтожат колеса, и... Ну, как бы... Я останусь без колеса. Это очень было бы печально, на самом деле. Ну, вот что вот. Так. Ну, вот эти блоки, вот эти блоки, красно-сине-белые, они, конечно, вообще просто вот самые лучшие, на мой взгляд, потому что... По крайней мере, нет. Нет, 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 нет. Не то, что... Я не то, что говорю, что они прямо вот самые лучшие, или там они... Броня у них круче, или что-то в этом роде. Нет, не в этом плане. В том плане только единственное, что... Они... Ну, удобные в использовании, и колеса вот в этой коалиции красно-синих-белых, колеса просто вот... Просто шикарные. Они реально вот как-то вот подвижные, что ли, специально сделаны для... Давай-давай, я тут со всех сторон защищен. Просто у меня как этот пустынный фрегат какой-то. Так. Мне нравится моя защита. Надо побольше блоков. Мы сейчас в несколько рядов поставим бластеры. Самое главное перед вот постоянно чинить. Потому что в какой-то момент у меня просто передок рванет весь, и все. И это будет конец. Ну. Вставай правильно только. Так. Ну. Вот часто вот, кстати, я заметил, что чем дальше влез, как говорится, тем больше глюков. Ну, не то, что глюков. Беру блоки, и они... Не встают. Ну, как бы... Такое чувство, как будто не хотят вставать больше. Так. Мне бы еще передний один лазер. Да и вообще, честно говоря, я бы хотел, чтобы у меня были... Больше работала система, ну, как бы на самом корабле. Не знаю, как увеличить количество батарей. Вот в этом проблемы есть. То есть, увеличить бы батареи... Ну, количество. Спасибо. Такой приехал, подарил мне блоки. Видите, мне... Вот я, в принципе, ничего же не делаю, да? То есть, я просто стою на одном месте, они прилетают, приезжают там, прибегают. То есть, они постоянно, постоянно, постоянно нападают. И вот, честно говоря, это, ну, немножко поднапрягает. Потому что приходится тупо, постоянно, дорабатывать только свой аппарат теми же устройствами, которыми... Как... Да что ж такое-то? Вот почему не ставится? Теми же устройствами, которые они сами мне приносят. Так, второй ряд пушек. То есть, это прям вообще у меня получится боковые орудия там. Все, вот... Видите, я... Я ничего не делал. Я... Я просто стоял на месте. Но нет, даже в этом плане мне все-таки напали на меня. Так, вот давайте лазеры переведем в первую. Ну, как бы, на переднюю часть. Так, здесь... Пушки. У меня очень много пушек. Так, лазеры у меня еще остались, остались. Вот это уберем. Тогда переставим. Я уж, честно говоря... Целость... Целость своего устройства уже давно-давно потерял. Потому что я уже не знаю, где что, зачем, для чего оно там стоит. Но... Вполне еще справляюсь. Так. Вот здесь второй ряд надо тоже заполнять. Скоро, кстати... С такими темпами-то... И пушки-то некуда уже будет ставить-то. Так, я передок полечил. Интересно. Ну-ка, давайте... Мне бы как-нибудь... Видите, перед постоянно рушится. И... Я даже не знаю, что с этим делать. Так. Впереди лазеры везде по возможности стоят. Боковые пушки стоят. Единственное, что вот здесь я, наверное, тоже увеличу. Вот так вот. Только... Упс. Чуть. Чуть не поломал все. Смотрите, вот... Притом, они нападают же на мою базу. Они не... Зараза, что делать, а? Ну вот. Пушка взорвалась. Так. Целостость. Ну ладно, в принципе, давайте вот так вот поставим. В принципе, да, такой маленький вроде бы... Маленькая такая машинка на меня напала, а... Столько поломала. Ну я понимаю, что чем больше транспорт, тем больше он получает урона. Это... Это понятно, потому что он... Ну как бы... Попадает под этот... Под этот весь урон. Ну сзади я строю просто сейчас выстраиваю платформу большую. Вот сейчас наберу все блоки, которые тут есть. Пустынный... Пустынный... Прям... Со всех сторон пушки. И, конечно, это страшно. Это страшно. Такой прям шквал огня. Но... Единственное... Страшно это, знаете... Не так сильно страшно, как хотелось бы. Вот. Честно говоря. Потому что... Давайте... Соберем некоторые блоки, потому что... Этого бы хотелось. Но, видите, вот уже проблема у меня... Платформа слишком маленькая становится. Для зацепа блоков. Ну вот, в принципе, как и видите, заработала сразу система. Моментально. Потом... Смотрите. Перетянули, смотри. От меня так далеко перетянули блоки. Как так-то? Так, а вот здесь вот лазер лишний. Здесь вот уже лазер вообще не в тему. Так. Здесь еще пушка тоже... Что-то как-то не в тему стоит. Так. Ну вот, смотрите. На меня напали, на мою базу. То есть напали сейчас. И просто громят мою там базу. Это же просто шикарно, да? Конечно же. Давай, давай, нападай, убивай, блин. Так не честно, честно. Лечащий бы вот этот блок, его бы опустить пониже, честно говоря. Потому что он как-то слишком высоко. Такое чувство, как будто у меня стоит. Давайте попробуем это сделать. По крайней мере... Блин, а вот если я сейчас вот этот блок уберу, он, наверное, двойной. И, скорее всего, там держит все, что можно. Так что я просто вот перенесу, по крайней мере, вот это сюда и вот это сюда. Хотя бы так сделаю. Ну вот так вот и вот так вот. Более-менее хотя бы так выглядит. Да. Ничего хорошего, конечно, я не вижу в этом. В общем, давайте, знаете что? Я понял, что... С этой базой мне пока делать нечего и мне надо передвигаться, потому что я уже начинаю... Мне начинает надоедать это все. Ну вот сейчас опять на меня нападет. Это просто вот изумие какое-то. Что я вот могу сделать? Ну, нападает он на меня и все. Так, ладно. Вот так. Понятное дело, что крафтовые блоки, крафтовые, ну, которые крафтят именно предметы, я их с собой не смогу взять. Потому что они слишком уж много места занимают, честно говоря. Ну, а с другой стороны, конечно... Ох, боже мой, там, смотрите, что-то такое... Очень огромный, ну-ка мне передок надо полечить срочно. Просто вот там, смотрите, что-то очень огромное такое ездит. Притом так еще резко это все делает. Я боюсь даже к нему присоединяться. Так. Я опять сбиваюсь и... Давайте попытаемся все-таки сделать эту платформу более-менее нормальной. Так. Так. Ну, вот почему проваливается как-то. Так, так. 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 Давайте вот так, вот так, вот так, вот так. В принципе, ничего сложного здесь нету. Я бы еще, конечно, добавил. Давайте добавим, почему бы нет, да? Вот здесь вот так вот. Вот здесь вот так вот. То есть, все равно я пока... Вот один блок убрал и все развалилось. Вот в этом меня вот здесь вот немножко это, ну, раздражает. Блин. Ничего же я такого не делал, чтобы оно вот прям... Это... Вот это печально. Честно. Вот это печально. То есть, мне сейчас опять вот эту базу все собирать. Притом, я же понимаю, что она, ну, в данный момент она мне уже не нужна. Я не могу ей пользоваться в том плане, что я потерял своего вот этого вот дополнительного чувачка. Нет, конечно, я могу сам привозить сюда ресурсы и вполне это может работать, но... Блин, это, по-моему, больше мороки, чем... Можно просто убивая добывать ресурсы. Я понимаю пока, что если бы можно было бы красить что-то такое, что... Что я бы не смог достать. Вот это уже другой был вопрос совершенно. Так, ладно. А ставить ли здесь блок, не ставить ли здесь блок? Блин. Честно, я уже вот теряюсь, как мне делать. И что мне добавлять в мое устройство, потому что я боюсь уже некоторые предметы лишними ставить. То есть вот даже вот некоторые уже бластеры становятся лишними. Блин. Вот смотрите, вот видите, я сорвал пушку, а она не... Вот эти точки установки, они пропали куда-то. Так. Вот, теперь хотя бы цепляется намного лучше и сразу переходит зачем-то туда. Так, ладненько. Переходит, так переходит. Тогда мы возьмем вот так вот еще. Давайте здесь вот так вот поставим. Не все, не все блоки. Это... Это я когда-то вот эти большие колеса, где достал первый раз, вот на нем, на этом устройстве были вот эти большие крылья. Я не знаю, зачем они нужны. Единственное, они, может быть, будут только как-то, не знаю, защищать... Мой транспорт от... Просто... Ну, от урона. Вот так вот можно предположить. И все. Больше я не вижу смысла в этих... Так, давайте попробуем воспользоваться щитами, то есть по полной программе. Так, еще блоки, еще блоки. Давайте, давайте. Блоки пригодятся. Ну, вот опять беру пушку, и не появляются вот эти вот точки, на которые можно установить. Блин. Вот так вот один раз промахнешься, не тот блок снимешь какой-нибудь центральный, и у вас вся машина развалится. Вот это немножко страшно. Так. Есть. Есть. По крайней мере, это все работает пока что. Ну, в плане сбора... Ой, 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 как-то... Смотрите, так далеко у меня отбираются все блоки. Может быть, я как в завод встал? Смотрите, все блоки просто чун-чун-чун забираются, и все. Я даже не успеваю... Не успеваю их... Перерабатывать. Почему так? Я что-то не понял немножко. Странно, очень странно. Вот единственный блок переработался. А кто у меня забирает-то это все? Я не понимаю. У меня просто вот забирают вот эти вот... В общем, я не знаю, честно. Я... Это хоть и неправильно, но я реально не знаю, почему они забирают у меня из... С такого... С такого расстояния Мои ресурсы. Это как-то странно, честно говоря. Я реально не представляю, почему так происходит. Давайте Ради справедливости поставим башенку одну здесь, переработанную. Для переработки. Притом, заметьте, здесь Зачем-то стоят некоторые блоки, они даже не поднимаются. То есть Вот этот вот Вот эти два устройства, они сразу моментально забирают все блоки у меня. Это не честно. Давайте их уберем-ка Вот, ради интереса. Вот, смотрите, сразу все... А нет, вот я вижу, что тянет какой-то блок. Ну-ка, давайте посмотрим. Теперь Это какие-то Может быть, два странных блока. Может, они какие-то... Не знаю, у них разум появился свой. Они теперь Хотят поработить меня, к примеру. Я не знаю. Так. Ну, по крайней мере, Блоки теперь не улетают в ту сторону. Это... Это радует. Но... И переработка. Я не вижу, что переработка идет или... А, нет, улетают. Еще как улетают. С бешеной скоростью просто улетают. Что происходит? Я вообще... Шоки. О, наконец-то! Хотя бы чуть-чуть каким-то образом зарядились мои батареи. Я... Я... Я в шоке, ребятки. А если вот эти блоки опустить чуть ниже, они, интересно, все равно будут поднимать их или нет? Скорее всего, нет, да? Потому что уровень платформы разный, скорее всего, мне кажется. Да, так. То есть, они будут их поднимать, но... Вот, перетаскивать дальше не будут, да. Это печально. Ну, странно. То есть, получается, я сейчас... Вот из-за этих двух каких-то тут непонятных блоков, которые я сейчас выкину тогда по такой причине, раз так... Такое дело. Не могу нормально заряжать свои батареи и не могу вообще просто включать чего-то. Опять все как-то повисло, опять все не работает. Ну, зачем ты уничтожаешь мою базу, а? Ну, что тебе делать, нечего, что ли? Ладно, на этом, я думаю, пора заканчивать, потому что... Надо разбираться, конечно, надо разбираться. Если вы знаете, почему так происходит, почему блоки туда-сюда летают... Ааа, что творится? Давайте вот это переставим сюда. Да, может быть... Может быть... У меня появилась, кстати, вот сейчас идея. Может, я слишком много блоков этих поставил, и они теперь... Не функционируют, как конвейер. А вот так вот, интересно, они будут функционировать, как конвейер. Ну, ничего подобного я не вижу, вот так вот, вот так вот, скажем. Я вижу только, что... Хотя, в принципе, если так подумать и посмотреть, то я вполне могу тут распихать блоки некоторые, как нечего делать просто. Оп. Все, готово. Другой вопрос, что они... Вот почему здесь вот висят, вот эти блоки, и ничего никуда не переходит? Я не знаю, почему... Блин, опять это слово очень плохое. Мне посоветовали его поменьше употреблять. Но я реально не знаю, и... Прошу даже у вас совета, как... Как с этим бороться, потому что целую серию я просто пытался в этом разобраться, и то у меня не очень получилось. Вот эти блоки нужно тоже забрать. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Игрушка интересная, но... Конечно, она стоит... Стоит того, чтобы в ней разбираться, то есть, нужно... Я жобой повернулся к нему, это вот не очень хорошо. Радует, что у вас почему-то... Кушка не очень сильная. Так Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И давайте 50 лайков И следующая серия вам обеспечена С вами был Нильгорн Всем всего хорошего